с трехмерной графикой кто-нибудь сталкивался нет программы там сложнее и учиться на дольше но я думаю вы если захотите то справитесь это на самом деле не труднее тем чем премьер и автор эффект вот но вам нужно нужен будет довольно мощный ноутбук вот и камера вот значит ноутбук если кто собирается покупать то вот такие советы то есть надо его правильно покупать что вы не потратили зря деньги продается разное железо до хорошие не очень хорошие вот стоит приличных денег поэтому лучше знать что надо покупать но первым делом это процессор вот есть а и 3 и 5 7 и 9 до 9 очень дорогие вполне хватит там скажем ай 5 он дешевле стоит и когда пишут вот на ценнике там ай 5 идет 4 цифры дальше вот первая цифра там может быть пять шесть семь восемь это номер поколения процессора значит покупайте последний восьмой вот то есть на восьмерку должно начинаться да вот это главное через видеокарта более мощная вот это всегда пишется в технических условиях но лучше с nvidia карты у нас два производителя на читаем дн видео лучше nvidia брать вот сейчас вышло новое новое вот rtx новое поколение только летом презентовали их вот но они дорогие вот топовая карта квадро но такую не надо вам покупать это там за таких серьезных профессионалов стоит 700 тысяч рублей но есть такие игровые вот они там сейчас продаются 1050 там 1080 да а вот эти пойдут 2050 там 2080 вот вот надо брать вот тоже на цифру 2 nvidia rtx и на цифру 2 вот они для как раз трехмерной графики то есть они рендерят уже в реальном режиме времени вы сразу видите что у вас получается вот но это вот по технике по камерам а камеры у вас есть а что снимать ну кроме телефонов я имею ввиду но фотоаппараты какие ну вот типа такого скажем нет ну или вот у меня есть вот есть беззеркалки они дешевле вот самая продвинутая то sony но сейчас их довольно много выпускает вот она такая маленькая да ну большой объектив больше камеры но с ней может там идти тоже вот да вот примерно ведь но чуть больше тут она да 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 то снимают видео и вам такой хватит стоит они там не так дорого три гораздо дешевле чем ноутбук лучше да вот но телефон телефоном то есть телефоны тоже хорошо снимают full hd там 4k даже есть но лучше вот иметь ввиду такую камеру вот беззеркалку вот для того чтобы снимать видео и потом монтировать значит что вы можете снимать и как 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 с этим работать ну вы можете быть вот как я например видео художниками или медиа художниками как их сейчас называют да вот то есть работать с разными медиумами вот с видео с трехмерной графикой там с рисованным видео да то есть у вас вот есть ноутбук скажем и какая-то камера и вы можете снимать снимать вы можете какую-то связанную историю можете и совершенно не связанную то есть есть видео но такой такие бессюжетные что ли какие-то книги бессюжетные фильмы бессюжетные их не так много да но вот они интереснее и на самом деле сделать сложнее чем такую связанную историю вот потом а если у вас инстаграм и то есть ведет почти у всех да вот можно туда выкладывать делать свои stories наверно тоже делаете до снимать и выкладывайте что там какие могут быть темы но темы могут быть разные то есть вы можете снимать просто не выходя из комнаты скажем в окно да но вот был такой фотограф йозеф судак он там но в первой половине двадцатого века жил вот он у него такая большая мастерская была но он не всегда выходил на улицу то есть снимал просто через окно и у него прям такие шедевры стоит очень дорого но даже снимала то есть он мусорил не убирал за собой да и у него вот да 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 какой художник будет забирать мусор ерунда вот у него прям такая вот в углу кучу мусора было и он ее все время снимал да да она там как-то менялась росла вот-вот то есть вы можете снимать свою обстановку да да свой стол как там у вас все же как-то двигается меняется да это тоже тема для фильма может быть вот там свет днем один свет вечером другой ночью 3 да это все вот то есть разный свет у него разные цветовая температура и вас будет разный оттенок и но да и вы все время вот был был даже какой-то международный проект для видео художников каждый снимал свою мастерскую как она выглядит вот по всему миру у всех выглядит примерно одинаково где вы не жили какой точке мира там большая маленькая но старый дом новый дом там не знаю сарае погреб там все что угодно и да и интере и смотреть на это очень интересно стороны бардак бардаком но очень интересно то есть я вот смотрел но мне просто самому интересно было как я там и как другие даже вот казалось что-то много общего так что вот с другой стороны еще есть action камеры такие вот маленькие типа gopro кто ходит ездит на колясках или там не знать любым другим способом перемещается на этом на велосипеде на доске на чем еще пешком просто да вы можете вот но там скорее нужен шлем какой-то велосипедный до чтоб есть крепление специальная камеру крепите на шлем вот или можете ну просто вот коляске прикрепить скажем где-нибудь сбоку есть специальное крепление такие штативчики которые да они просто прикручиваются такие типы струбцин вот и да вы когда вот выходите на улицу как-то передвигаетесь вы можете снимать все свое движение вот это тоже интересно вот куда куда вы где вы какие у вас маршруты ваших передвижений на где-то они есть по городу куда-то в магазин и заходите общем она у нас просто прикреплена вы ее включили она все время работает да и там ну сколько вы скажем от школы до дома там минут до 30 до может может даже 40 ну вот 40 минут снимает целый фильм получается я бы поспорил а то вот так вот заходишь а продавец игры что ты снимаешь нет нет маленькая камера вот экшен ее просто ни один продавец не увидит не поймет что она может у вас вот здесь где-то на груди висеть есть тоже специальные такие как назвать то крепеж до какое-то так крепление вот вы сюда и вешайте и ходите она вас снимает туда куда вы смотрите вот и тоже очень интересные фильмы есть и кстати студенты снимают вот в университете есть еще один факультет свободных искусств там них тоже такой полугодовой проект был они снимали скажем девушка шла но она живет на парнасе вот в новых домах да и она шла к родителям значит которые уже но в таком старом еще советском районе до живут и очень интересно получилось вот эта новостройка там какие-то такие марсианские пейзажи грязь камазы не пойми что вот она идет идет он переходит до через железную дорогу попадает совершенно в другой мир да и вот там ничего такого нет только вот она на голове видимо не было камера вот и она просто так вот прошла и отсняла такой вот урбанистический фильм ну потом да вы берете значит все это на компьютер в тот же премьер и там начинаете монтировать но убирать какие-то ненужные места там скажем куда-то вы не туда посмотрели там это отрезали но в общем интересно это вот как раз как вот такое путешествие да вот снятая одним дублем сейчас модно снимать одним кадром сюда не но он может и не совсем короткий у вас если вы там долго идете 40 ну еще да но уже уже не совсем а